МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первые карагандинские новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Несовершеннолетних участников драки у карагандинской пиццерии поставили на внутришкольный учет. Городское отдел образования провел выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 24 чиновника карагандинской области были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 8 за нарушение норм служебной этики и 15 за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. В Совете по этике подвели итоги работы за прошлый год. Более 800 нарушений трудового законодательства выявили инспекторы на предприятиях карагандинской области. Подавляющее большинство – это нарушения по трудовым отношениям. Обо всем более подробно. Несовершеннолетних участников драки у карагандинской пиццерии поставили на внутришкольный учет. Теперь за поведением школьников будут наблюдать психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. В первой гимназии городские власти провели выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Более чем на 20% увеличилось количество правонарушений, совершенных карагандинскими детьми и подростками. В абсолютных цифрах данные таковы. В 2017 году несовершеннолетние совершили 77 правонарушений, а в прошлом – 93. Такие данные на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних озвучил начальник местной полицейской службы. Страж порядка отметил, что одной из причин увеличения количества подростковой преступности является отсутствие в Караганде центра временной изоляции. Подавляющее большинство подростков передаются под присмотр родителей и опекунов. Последние, в свою очередь, не уделяют им должное внимание. Об ответственности родителей заявила и заместитель Акима Караганды Ирина Любарская. Она отметила, что в современном казахстанском обществе в неприглядном поведении несовершеннолетних принято в первую очередь винить педагогов. Родители же в глазах общественности воспринимаются едва ли не жертвами. То есть наши недоработки есть. Вместе со мной, вместе с вами. Мы должны это с вами признавать. Рассмотрели, пожурили, составили протокол. А эта мамочка, она не работала, не работала. Ну и что с нее взять? Но сегодня мы и не говорим. То есть сегодня вы везде. Почему ни в одних средствах информации, ни в одних социальных сетях, что родители себя тоже ведут где-то неправильно? Почему битыми остаетесь только вы? Директора школ предложили свои педагогические шаги, которые должны помочь снизить уровень подростковой преступности. Это в первую очередь управление досугом школьников, а также повышение роли попечительских советов, созданных в каждом учебном заведении. Мы должны сегодня использовать, вернее, воскресные дни в школах. Мы создадим клубы, которые именно по интересам наших учеников. Те созданные у нас площадки, где дети занимаются сегодня вопросами IT-технологий, они должны быть доступны детям во внеурочное время и воскресные также дни. Соответственно, значит, наставники, педагоги и родительские собрания, которые мы сегодня проводим, я думаю, их нужно полностью переформатировать. Поводом для столь пристального обсуждения проблемы подростковой преступности послужил последний случай. В прошлые выходные возле одной из пиццерий Караганды несовершеннолетние напали на сверстника и избили его. Мать пострадавшего заявила в полицию. Участники избиения установлены. Это учащиеся карагандинских школ номер 101 и 16. Проводится расследование по статье «Хулиганство». Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Почему-то. 24 чиновника Карагандинской области были привлечены к дисциплинарной ответственности. В том числе 8 за нарушение норм служебной этики и 15 за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу. Таковы итоги работы Совета по этике при областном департаменте по делам государственной службы и противодействию коррупции. В настоящее время деятельность Совета по этике направлена прежде всего на профилактику нарушений законодательства в сфере государственной службы, противодействия коррупции и этического кодекса. Если в 2015 году дисциплинарный Совет рассмотрел 53 дела, то за 12 месяцев прошлого года было рассмотрено всего 25 дел. По мнению членов Совета, это является хорошим результатом. Но тем не менее я должен отметить, что несмотря на принимаемые меры имеются отдельные факты, когда отдельные государственные служащие все-таки нарушают требования нормы этики, нарушают законодательство действующее, которое непосредственно связано с нормами этического кодекса, то есть несвоевременное исполнение своих служебных обязанностей влечет за собой нарушение норм служебной этики. Из этого вытекает. Если за прошлый год, к нашему сожалению, 24 государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 9 за нарушение норм служебной этики и 15 за совершение проступков, которые дискредитируют государственную службу. Кроме того, было отмечено, что Совет по этике не только контролирует поведение чиновников, но и занимается защитой их прав. В прошлом году большое внимание было уделено профилактике незаконных переработок. Всего в прошлом году было выявлено 255 фактов переработок госслужащих. Во всех случаях права государственных служащих были восстановлены, заявили в Совете по этике. Имеет место переработки и 10, и 12 часов, когда государственные служащие находятся на работе. Есть моменты, когда государственным служащим оплачивали эти переработанные часы, и есть моменты, когда предоставляли дни отдыха этим государственным служащим. Одним из новшеств деятельности Совета по этике является активизация персональной деятельности членов Совета. Они проводят разъяснительную работу, выезжают в регионы и рассматривают обращения граждан. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 800 нарушений трудового законодательства выявили инспекторы на предприятиях Карагандинской области. Подавляющее большинство – это нарушения по трудовым отношениям. Такие данные привел руководитель областного управления инспекции по труду. Государственными инспекторами труда за прошлый год проверено 1435 организаций. В ходе проведенных проверок ими выявлено 868 нарушений. Из них 826 нарушений имеются по трудовым отношениям. Например, филиал корпорации «Аттагрупп», которая находится в Приозерске, задолжала заработную плату в размере 51 миллиона тенге. Корпорация не выплачивала зарплату более трех месяцев 162 работникам. По этой фирме идут расследования с 2014 года. На сегодняшний день насчитывается 29 судебных исков. Головной офис корпорации «Аттагрупп» находится в Москве. Были даже попытки закрыть данную фирму. Это дело поднято до уровня Евразийского экономического союза. Также имеются судебные решения, вступившие в законную силу, по которым, согласно исполнительным листам, судебные исполнители приводят работу по взысканию долга. Особое внимание уделяется и нарушениям в области безопасности труда. Согласно статистике, с начала прошлого года произошло 211 несчастных случаев, в результате которых пострадали 224 человек. По словам Канадбека Балсариева, по сравнению с позапрошлым годом доля несчастных случаев увеличилась на 16%. Большинство случаев приходится на горно-металлургическую отрасль. По росту травматизма, здесь мы смотрели два фактора. Первый, почему? Потому что у нас в 2016 году пошел на резкие снижения травматизма. Это, конечно, нас же и насторожило, потому что у нас в области около полумиллиона работников, но такое резкое снижение травматизма. И, соответственно, мы начали работать с медицинскими учреждениями. Кроме этого, на брифинге были обсуждены итоги республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыс». Лауреатом конкурса от Карагандинской области стало «Товарищество с ограниченной ответственностью Инкар-1». Предприятие было отмечено золотой наградой по номинации «Лучший коллективный договор среди организаций малого и среднего предпринимательства». Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском экономическом университете Каспотребсоюза состоялась встреча на тему межрелигиозных конфликтов в обществе. Мероприятие прошло в целях профилактики экстремистских и террористических проявлений и повышения религиозной грамотности молодежи. В нем приняли участие представители духовенства и студенты. Сегодня светское государство является ключом к успешному развитию страны. В этой связи созданы все условия для сохранения мира и согласия. Но, как отмечают специалисты, многие проблемы исходят от получения недостоверной информации. Теолог Нелман Жандос утверждает, что в традиционной религии не может быть экстремизма, потому что каждая традиционная религия в первую очередь призывает человека к миру и добру. Появился этот термин экстремизм религиозный из-за того, что люди, например, или группа людей, которые имеют какие-то свои, так скажем, нехорошие цели, прикрываются религией, или же не понимая до конца суть религии, они берут, например, частично какие-то понятия, например, как джихад, например, и представляют религию в таком формате. Поэтому мы хотим донести до молодежи, что не может быть великий экстремизм. В ходе встречи были затронуты способы защиты от нынешних нетрадиционных религиозных движений и о том вреде, который они наносят обществу. Также студентам были разъяснены утвержденные главой государства, концепция государственной политики в религиозной сфере и государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в республике Казахстан. Все знаете, лидер нации объявил 2019 год молодежи, поэтому сейчас работаем именно с той категорией, потихоньку переходим с организованной молодежи к неорганизованной молодежи. Так как проблема именно в этом заключается, мы здесь специально пригласили не только факультет очного отделения, но и заочное отделение, так как они более-менее на дистанционной основе учатся, отдаленные от общества. Напомню, в 2017 году по поручению Акима города Караганды в Молодежном ресурсном центре был создан сектор по делам религии и межконфессиональных отношений. Здесь работают высококвалифицированные теологи и религиоведы, которые направят по правильному пути. Ведь одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Мульдир Жакана, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Неординарный взгляд на привычные вещи показали юные жители Караганды на выставке в Музее изобразительного искусства. В экспозиции представлены фотороботы, выполненные юными карагандинцами, а также авторские инсталляции на тему истории города. В честь юбилея Караганды в областном музее изобразительного искусства проходит выставочный проект «Калейдоскоп. Мир глазами детей». Он показывает свежий взгляд на город с ее новыми улицами, парками и памятниками. Также дает новые знания об истории города, а для кого-то является воспоминанием о своей юности. Частью выставки являются работы юных фотографов от 3 до 16 лет. Нам приносили, дети закупали разные часы, будильники, фотографии делали сами же. А мы уже из этого всего собирали и творили стенды. Основой экспозиции являются стенды, вобравшие в себя различные атрибуты старого и нового времени, а именно плакаты, фотографии, гаджеты или открытки. На выставке дети представили такие работы, как «Караганда 30-х», «Караганда-шахтерская столица», «Караганда-современная» и многое другое. Это, можно сказать, даже трехстоличие у Караганды есть. То, что это Караганда – столица советской интеллигенции, Караганда – столица шахтерской славы, а также Караганда – это космическая гавань. Работы детей, дополненные фотографиями их учителя Даулета Абдрахманова, дают по-новому взглянуть на привычный город. Город, в котором будет жить и трудиться будущее поколение. В студии пластики и движения под предводительством Даулета Абдрахманова детей обучают рисовать, находить нужную атрибутику, грунтовки и многому другому. Авторы вносят огромный вклад в свои работы, чтобы донести мысль до зрителя. Это все делали, 90% это делали дети. Мы просто, знаете, приходили и наводили штрихи. Все. То есть, самое главное, что это дети в возрасте от трех лет до 16 лет. Какими композициями вы бы показывали здесь? Да здесь многие. Вот, например, композиция Боисовой Яны. Вот, именно как она собрала это все. То есть, Караганда – космическая гавань, потому что здесь есть некоторые очень редкие коллекции, дорогие, то есть, ну, я имею в суммарном соотношении. То есть, и это все, что этот ребенок передает в фонд музея. Экспозиции построены в хронологическом порядке и показывают основные вехи истории Караганды. Организаторы заявляют, что этот проект заинтересует жителей и гостей шахтерской столицы оригинальностью подачи и богатой авторской фантазией. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok